Вопрос. Петрович, не могли бы Вы в одном из своих видео поразмышлять на тему, сколько денег должно оставаться у человека после покупки АЛТО? Понятно, что чем больше, тем лучше. Но все же, допустим, у человека есть 1 миллион рублей, и это все деньги, которые у него есть на данный момент, то какова разумная цена его автомобиля? Так как я покупал автомобили, в основном БУ, только раз я купил автомобиль новый, это Део Воспера, и сразу хочу сказать, если Вы думаете покупать новый автомобиль, то, естественно, закладывать цену на его обслуживание и ремонт, который возможен там, ну, в процессе эксплуатации, допустим, 3 года прошло, 5 лет прошло, что-то, естественно, в машине износилось, и надо уже просто-напросто разумно действительно представлять, что будет такой-то, такой-то ремонт на такую-то, такую-то сумму. Так вот, если Вы берете новый автомобиль, то такого ремонта, как правило, у Вас не будет в течение первых 3, а то даже 5 лет. То есть, только будет ТО, поэтому из миллиона можно смело покупать автомобиль, где-то на 9, цена которого будет 900 тысяч. Это новый автомобиль. Оставьте там 50-100 тысяч на то-сё обслугу и так далее. А вот другое дело, и сошлюсь на свою практику, если Вы будете покупать автомобиль с пробегом, причем величина пробега, естественно, существенно влияет. То есть, если Вы будете покупать автомобиль премиум класса, Ну, вот я хочу в качестве примера взять свой Lexus черный люксовый автомобиль LS430. Я его купил в 2007 году, а автомобиль сам, год выпуска, 2002-й. То есть, прошло уже 5 лет. Он, знаете, еще покатался довольно-таки хорошо. Хорошо, то есть, примерно, примерно, вот, будем говорить, до... Ну, разные там текучие вещи были, но где-то он до... Наверное, до 16-го года покатался очень хорошо. То есть, такой запас прочности у него. И, кстати, сейчас этот автомобиль стоит, примерно, можно его купить, 1000 за 300, плюс-минус, 50 тысяч в ту или другую сторону. Но, смотрите, вот сейчас я с чем столкнулся. 270 тысяч пробегов. То есть, если я покупаю автомобиль, допустим, 10-ти летней, примерно, давности, и не такой крепкий, как вот мой этот Lexus, потому что все-таки во флагманы они вкладывают такие, знаете, хорошие качества, чтобы это действительно машина отличалась и показывала марку этой компании Lexus, так это Lexus. Вот, естественно, вы должны понимать, что прошло время, предыдущий хозяин просто-напросто катался, наслаждался, ничего не делал. Вы, значит, сели, у вас пошла эксплуатация автомобиля, и вот тут начинается. Что начинается? Ага, где-то начинаются какие-то стуки, какой-то шум, то есть, что-то износилось. Как правило, в первом сдают это амортизаторы. То есть, будьте готовы к тому, чтобы заменить амортизаторы, потому что машина проседает просто-напросто. И начинает цеплять на кочках. Это лично у меня было. Поэтому я поменял все четыре амортизатора, взял новую. Это уже хорошая цена, если брать новые. Вот, грубо говоря, ну ладно, я потом подобью. Далее, послышался какой-то шум из-под колес. Я меняю ступицы. И передние, и задние. Причем иногда, знаете, как бывает, вы придете менять эти ступицы, еще что-то, а вам могут это ничего и не сделать. Потому что, если вы, допустим, вот я был в центре, Lexus в Москве, говорю, что шум, они как-то его устранять устраняли, вроде как менялся сам подшипник ступица сзади. А посмотрели, ничего подобного. С одной стороны было только заменено, а с другой стороны, как она стояла, так и стояла. А я говорю, он две сменить. Вот, видите, как бывает. И вообще, вот, помню, даже на ДЭО и СПР куда-то приехали, сервисный центр, там что-то там делать-делали. По факту, по факту, пометили, что там они, ну, сделали до этого, да. Они, оказывается, там, как в пыли был колпачок, так этот колпачок и остался. То есть масло там, даже, особо не откручивалось, понимаете. А за обслуживание взяли работу, якобы там масло заливали. То есть вот такие вот вещи могут быть у вас. Далее, значит, что, как правило, проблемы начинаются с кондиционером. Чем больше возраст автомобиля, ждите крупной, крупного ремонта, это компрессора и прочее-прочее, этих трубок, мубок. У меня, например, просто-напросто, знаете, что в свое время они, там, два контура охлаждения. Один идет там на холодильник, как это там назад, и второй тут, вроде как, по салону. А они просто-напросто раз отщепили, чтоб на холодильник там не шло. Ну, работает, работает, ездишь, ездишь. Нормально, а уже не нормально. А на самом деле этого не было. И мне пришлось, узнав об этом, значит, делать ремонт, покупать эти трубки длинные через весь автомобиль, покупать компрессор новый. Хорошо, что я живу рядом с Украиной, и запчасть эту привезли с Украины, которая в два раза дешевле, нежели здесь в России. Понимаете? А сейчас тут, в связи с этими событиями, не так уж по озеру. Далее там фары, мары, причем, знаете, вот делается ремонт, после этого ремонта, надо смотреть, то защита отпадет, опять перекручиваешь, то еще что-нибудь там не докрутили, то еще что-то там не доделали, то ты что-то там упустил из-за этого. Поэтому глаз да глаз нужен. То есть, беря автомобиль, вот у вас есть миллион, и вы хотите иметь такой Лексус, как у меня, ЛС430, беря его за 300 тысяч, где-то 1600 у вас уйдет на то, чтобы его довести до ума, если эта машина примерно 10-летняя, заменить там эти рычаги, заменить там эти подшипники, заменить там, если надо, какие-то другие части, и тогда она вас будет радовать. Что еще я вам скажу? Важно знать об этом автомобиле как можно больше. Покупать его все-таки у знакомых. Почему? Потому что я взял автомобиль, который был после аварии. Я случайно узнал об этом. Ну, как случайно узнал об этом. Мне продали он все на ходу и так далее. А пятое колесо, которое в запаске, там прямо на колесе такой видно след от удара, что одна спица лопнула, она спица вот такой вот толщины. Представляете, как она долбанула. И вот как раз с этой левой стороны, сзади там, они поменяли подшипник. Но удар там был. Значит, что-то там пошло, будем говорить, на привода, пошло на эту раздатку. Возможно, даже могло пойти и на этот кардан, что потом вроде вначале она ничего, так сказать, не шумела, а потом начались какие-то такие неприятные там шумы, или я такой, уже знаете, досконально все хочу, чтобы у меня там тихо, все там работало, и все работало, что что-то там есть. Но тем не менее, я был недоволен, и все это дело устранило. То есть, чтобы не было аварии, потому что, если была авария, вам продали эту машину, все выделено нормально, то довольно-таки быстро начинают вылезать крайне неприятные проблемы, которые решаются долго и нудно, и требуют таких существенных затрат в денежном отношении. Да, теперь, если вообще говорить, вот я высказывал свое мнение, какой автомобиль я беру, и почему я беру? Первым делом брать автомобиль в сервисные центры, которого имеется. То есть, не берите такой редкий автомобиль, обслуживать, которого не поймут где-то. Toyota практически везде имеется, сервисные центры, запчасти, все это можно достать и сделать. Вот, а если вы там возьмете какую-нибудь, допустим, грубо говоря, вам понравится, там, Мазерати, или еще какую-то редкую модель, которой, ну, нету у нас здесь в природе, а просто вот экзотику взяли, то будьте готовы к тому, что вы с ней намучаете, надо будет и запчасти искать, надо будет и мастеров искать, которые бы в этом деле разбирались. То есть, не берите какие-то редкие, эксклюзивные модели, если вы не располагаете такими дурными деньгами, потому что она вас может съесть. Так, остановились на том, что редкие авто не покупайте, иначе вы попадете. Да, хорошо он на них ездит, но не покупайте. Далее, значит, не покупайте, ну, вот лично я, не покупайте какие-то машины с низким профилем резины. У нас все-таки дороги, понимаете, едешь, 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 вроде бы асфальт ровно-ровно, потом яма, бах, туда попадает низкопрофильная шина, и это у меня было как раз в Дивиево. Ехал все это нормально, знаете, как бы сказать, расслабился, а тут только хоп, такая незаметная ямка с острыми краями, и я своим же диском прорубаю резину, о, остановился, а тут еще дождь капает, остановился, батюшка мне помогать, я сам, я спрашиваю, вы что, что-то там в этом деле, знаете, не, я не знаю, но я вот хочу помочь, ну, хочешь, хочешь. Вот, низкопрофильный, не покупайте, потому что я неоднократно у себя такое у меня было, и видел у других стоит Porsche, хороший, такая, знаете, там, резина низкопрофильная, стояночка рядом со мной была, как раз я в Москве, там, когда на Вороссово жил, вот, потом смотрю вскоре, только, опачки, диск погнут, влетел в яму, как бы вы не ездили, вот эти скрытые ямы, и, только будете негатив себя получать от этой низкопрофильной резины, плюс, она еще делает машину более жесткой, и, я не знаю, я привык, знаете, не просто ездить, а машина у меня, как бы, плывет, она может слегка там покачиваться, еще, но я люблю такую вот езду, мне она очень нравится, а когда низкопрофильные шины, то, вот, едешь, как на табурете, все это тряска, все это, лично мне неприятно, поэтому, я с вами делюсь тем, что мне было неприятно, далее, клиренс, клиренс должен быть повыше, у машины тоже, тут у нас скотчки, куда-нибудь съедите, тут бордюры, ухабы и так далее, так далее, будете цеплять, поэтому повыше, далее, что брать, вот, я как бы, седан брать, или джип, вы знаете, вот на джипе, вы, во-первых, проедете везде, джипы могут быть, вот как раз, лично я свой продал, GX 470, все там сделал, и смотрю, он несется, я так его, я понял, под засек, проезжает моя машина, с моими же этими номерами, которые я отдал, ну, продавцу, чтобы он продал, вот, несется, я порадовался за то, что вот я эту машинку, так подготовил, то есть, она быстро ездит, вот, комфорт езды, всего такого, очень есть машины приятные, то есть, это, это, типа, джипа, такого размера, как, Prada, ну, и прочее, то есть, клиренс повыше, вы, вдобавок, везде проедете, потому, потому, что, четыре ведущих, вообще, четыре ведущих, облегчает, вот, это все, управление, ну, в любом случае, гонять не стоит, и, когда машина повыше, и машина побольше, это очень важно, у нее, увеличивается, будем говорить, безопасность, все-таки, если маленькая машинка какая-то, вы куда-то попали, вас просто-напросто раздавит, и все, а тут такая большая машина, почему я предпочитаю, все-таки, джипы такие, большие, что если у меня сейчас еще больше, LS 570, LX 570, что это большая машина, что-то случится, понимаете, вы будете в безопасности, это не значит, что вы там гоняете, потому что кругом очень много каких-то таких людей, бесшабашных, которые могут устроить аварию с вашим участием, то обгоняют, то они там по третьему ряду едут справа, то еще что-нибудь такое, понимаете, спешка, тем более наши дороги сейчас постоянно ремонтируются, постоянно пробки, постоянно люди нервные, и все такое, то есть машина должна быть большая, и безопасная, поэтому склоняемся к джипу, джипы разные бывают, мягенькие, такие, всякие, их можно купить по-всякому, опять-таки, есть машины, которые зарекомендовали себя по своим таким качествам, как продолжительность жизни, я уже так перевожу, то есть они неубиваемые, ездят, и ездят, и ездят, и ездят, кстати, если взять седаны, седаны тоже надо брать, вот желательно большой, почему еще большой, значит, хочется спортивный, допустим, автомобиль, хочется, да, вот есть Lexus спортивный, с таким же мотором 430, или там сейчас более новым, там две полноценные седушки, а допустим, у вас там все ли друзья, кого-то надо подвезти, или еще чего-то, а там еще два места, такие, знаете, ну, кроме что, что-то там положить, то они прищепят этих задних седоков, и что касается комфорта, вроде спортивная машина, вот именно она, спортивная машина, но там нету таких удобств, мягкости, там, кондиционирования, и прочих-прочих, которые там, я уже не говорю о холодильниках, которые имеются вот в таких представительских седанах, пусть это там седан, будем говорить, БУ, но если машина премиум класса, то она, как правило, сделана гораздо надежнее, нежели там, средний класс, бизнес-класс, который там делается для всеобщего потребления, то есть, это все-таки машина и более безопасная, и более надежная, и более качественная, вот, поэтому из седанов, я так примерно прикинул, вот, в обслуживании Lexus, вот этот вот, наиболее надежная машина, наиболее она такая, хорошо сделана, потому что, другие марки, я уж не буду их обижать, у меня тоже они были, другие марки машин просто-напросто уже легли, развалились, и во многом у них узлы не работают, а у этого все работает, особо предостерегу, это не брать машины разного рода там с турбинами, вот мой знакомый, взял BMW 7 серии, где-то она уже 5-7 летней там давности, вроде за такую цену, как раз где-то за миллион там 200 он ее взял, вроде она там едет, и все, но уже прежний хозяин, это была хозяйка, уже что-то там менял эти турбины, какой-то ремонт довольно-таки сложный, был с этими турбинами, потому что, чтобы они турбины нормально работали, надо их, так сказать, прочищать, то есть гонять на скоростях, чтобы они там нормально работали, насколько там не сказали, а раз этого не было, есть да там степенные, где-то там разгоняться, они закоксовались и пошло у нее ремонт, и, грубо говоря, либо эта машина будет подмывать вас на увеличение скорости, что, естественно, начинает сказываться на безопасности, либо, либо на ремонте, потому что вы не даете ей то, на что она рассчитана, то есть с турбинами, битурбинами особенно, не берите машины, если вы не хотите себе лишнего головняка, это мое мнение, может там у кого-то другое, профиль, про профиль шин я вам тоже сказал, шина должна быть, профиль довольно-таки высокий, то есть если такой, она будет жесткая, если такой, она будет играть на этом профиле, и за счет этого уже рычаги и подвеска будут менее разбиваться, потому что чем меньше профиль, тем больше играет подвеска, больше играет подвеска, значит она быстрее изнашивается, все, будете только успевать это все, это дело менять, и что бы еще конечно сказать, вещи, вещи, которые вокруг нас, они являются как бы нашим продолжением, по вещам можно судить о человеке, что это человек собой представляет, естественно, автомобиль это как продолжение этого человека идет, ну, особенно такого, самостоятельного, вот что он хочет, какой автомобиль, и тогда идет интересно такое удовлетворение, понимаете, вот, когда ты едешь в таком автомобиле, в котором, в каком ты хочешь, не обязательно, чтобы он новый был, да, сейчас поговорим о новых, о старых, а вот, чтоб он тебя удовлетворял, чтоб двери распахивались, чтоб мягкость езды была, чтоб ускорение торможения, чтоб ты вот, вот эти вот внутренний комфорт, освещение, все, 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 все такое, музыка, понимаете, вот это все тебя должно удовлетворять, если ты такой человек, как-то требовательный и хочешь, то ты к этому и стремишься. Теперь брать новый или бэушный. Вы знаете, вот за тот же миллион новый автомобиль, конечно, такого класса, там, премиум класса вы не купите, потому что флагманы не стоят 7-8 миллионов. Но, а вот поддержанный автомобиль, поддержанный автомобиль, допустим, 5-летний, 7-летний, вы можете вполне, конечно, взять, там, за 900, за миллион этот. И даже после 5-7 лет, если была более-менее нормальная эксплуатация, он будет так же ездить, как новый, но то же самое, кроме что не новый, но то же самое. вот даже если взять вот этот вот Lexus 500 430, ну, он едет так же, как вот современный автомобиль, именно езда. Да, там больше разных фишек, да, там больше экран, но вот сама езда и даже ускорение на нем примерно то же самое, то есть вы как-то особо не отличите. Вот что интересная фишка. Но зато вы экономите в деньгах, понимаете. Одно дело, 8 миллионов, то есть этот автомобиль стоил новый 100 тысяч долларов, черный, LS430, он новый стоил 100 тысяч долларов. Переводим на этот, на наш, значит, теперешний курс, это как раз, грубо говоря, вот 7 миллионов. и 300 тысяч. Есть разница. Вкладываете еще 600 и вы получите такую машину, которая, на которой будете ездить и наслаждаться. Тем более, как сейчас многие говорят, что качество, которое было раньше, толщина металла и прочее, прочее, запас прочности значительно был выше раньше, нежели сейчас. машина, машина, ну, меняй узлы, она будет ездить и радовать тебя, там, ну, по мере износа, нежели современная, которая, как бы сказать, там уже и основа не такая прочная и прочее, 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 то есть, там, насколько говорят, заложены уже поломки, чтобы люди меняли через три года на новый автомобиль присаживаться. Вот такой обзор я вам сделал по автомобилям, рассказал свое мнение о них и что, чтоб я еще добавил, что я еще добавил, вообще брать пушный автомобиль не стоит бояться. Сейчас вот этот, вы знаете, автомобильный сервис, автомобильный мир, торговля с запчастями настолько налажено стало, просто я бы даже не сказал, что каналы надо знать. Сейчас, наверное, это намного проще сделать, познакомиться с человеком, который будет ее там обслуживать, с мастером, так, подружиться с ним, чтобы это нормальный мастер был, вы можете заказывать выуженные запчасти из той же там, допустим, Японии, то есть есть фирмы, которые ведут эту разборку в Японии, привозят эти запчасти сюда, и та запчасть, которая стоила, ну, допустим, вот, опять-таки, я столкнулся с ЛС-430, допустим, кардан, там, что-то там новый стоит такую-то сумму, а БУшный, который прекрасно работает, и сейчас установили, он в 10 раз меньше, вот эта вот разноточная коробка, новая коробка 200 тысяч, она обошлась в 20 тысяч, ну, подшипники я взял новую, привода 70 тысяч, обходятся, значит, у меня обошлись там 15 тысяч, разница есть? Есть, а что касается именно вот, то есть, она обслуживалась, там, машина в Японии, ее там разобрали сюда, там и совсем иной обслуживание, и совсем иные дороги, и эта запчасть, грубо говоря, будет еще служить много, но Али, ну, вот, вот к такому я склонился, несмотря на то, что часть я поменял, значит, на новые, это, допустим, ступицы, вот ступицы мне обошлось каждое по 20 тысяч, это 80 тысяч на новые, это, значит, раздатка 20 тысяч, это вот последние мои эти, сам, значит, этот кардан, я не знаю, где-то тысяч в 10, может быть, меньше он обошелся, и привода, сейчас я еще заказал, по 15 тысяч каждый, вот сейчас все это сделается, я делаю сход развал, одеваю новую резину уже, я тоже приобрел, купил, и все, буду дальше ездить, вот что касается теперь новой машины, немножечко новой машины поговорим, джипа, машина 14-го года, сейчас 18-й год, то есть ей 4 года, я на ней уже проехал больше года, как хозяин, кроме ТО, и я уже, значит, поменял кресло, то есть кресло, чтобы у меня были с массажем, первое, можно было это, конечно, не делать, то есть, кроме вот этих кресел, это значительная вкладка была, денежных средств, каждое средство с этим, кресло с этим массажем, оно 200 тысяч, одно второе, и того 400, если эти кресла не брать, то только на ТО, и ТО более-менее приемлемое, я, по-моему, там даже это выставил, сколько там это все обошлось, то есть, только ТО, все, и ездить, и ездить, и ездить, то же самое на GX-е было в 470-м, мне его привезли, значит, трехгадовалым с Америки, и вот он ездил, ездил, и я ничего не делал, там только лампочка, что-то одна там горела, из-за того, что я не нашел оригинальную, а вставил у нас там купил, потом я заказал две оригинальные, вставили, ничего там не стало гореть, и она ездила долго-долго-долго, только вот в том году, я поменял на ней вот это вот, думаю, амортизатор, и все, и в таком машине, знаете, действительно, если она оттуда куплена, никто тут не ездил, и сейчас я на ней вот проехал, вот эта GX-470, она такая сбитая, хорошая, ездит, вот ничего не трясется, вот в GX-470, там была авария, сначала ее взяли, я всю поднародную выяснил, ее сначала взял там какой-то там Газпром, и так далее, там возили этих деловаров, потом через три года, они там новую берут, кому-то там дали, те глаза вылупил, понеслись, машина очень мощная, носится, будь здорово, и сейчас еще, вот, попали в какую-то аварию, вот это, вдарили быстро, там что-то там, они там ее подшамалили, и тогда, сбили, и как раз вот, сбыли на меня в 2007 году, и вот мне пришлось выбравить, вот то, что-то там сбили, вроде там не так уж много, но это все как-то вылазило постепенно, понимаете, что вот сейчас, я вот это все заменил, я уже пойму, что я сел на то, что надо, кстати, у меня был Volkswagen Jetta, и я ездил на, там, колесах каких-то, вот, и считал, что это нормально, то есть, как колеса там были, я на них, значит, ездил, все, потом, когда я заменил эти шины на новые, я понял, что я ранее ездил на аварийной машине, видите, какие вот вещи, то есть, во всем этом, собственный опыт, собственные проблемы, собственно, ты все это проходишь, и начинаешь понимать и любить те марки машин, которые тебе действительно не подводят, и вот этот LS430, он ни разу меня не подвел, да, застревал рези там, вытаскивай, да, еще что-то, но чтобы какая-то поломка была в дороге, такая дурацкая, но не было этого, вот, вот не было, а другие машины, других марок, мне там нравились, тоже такие, о, знаете, смотришь, как, космоплан, ну, их, три раза увозил, эвакуатор, ты приехал куда-то там, допустим, можно, сейчас в магазин зайдешь, выезжаешь и так далее, и все, что-то с коробкой, серьезные такие, какие-то проблемы, вот, поэтому, есть машины, пылесос для денег, мне говорили, не бери, ну, я по признанию взял, я взял, убедился, да, хотите, значит, денег, пуляйте, пуляйте их, хотите, значит, ездить, наслаждаться, берите совсем другую машину, которая вам будет нравиться, и в которую уже хочется, даже, вложить, деньги, как старого, надежного, труа, ну, ладно, я так и много наговорил, потому что, есть вообще машины счастливые, и не счастливые, у меня был Chevrolet, вот, машина не счастлива, притягивала аварию, одну за другую, понимаете, а есть совсем иные машины, которые, опять-таки, ездишь, она, вот, тебя, наоборот, уберегает от разного рода, от всяких вещей, то есть, это тоже надо знать, надо это все делать, ну, на этом заканчиваем.